4 самых равнодушных знака зодиака. Равнодушие – это способность не реагировать на чужие эмоции и проблемы, сохраняя спокойствие и дистанцию. Некоторые люди считают это качество положительным, другие – отрицательным. В любом случае существуют знаки зодиака, которые обладают этим свойством больше других. Вот 4 самых равнодушных знака зодиака. Водолей – это самые независимые и свободолюбивый знак зодиака, который не любит ограничений и обязательств. Водолеи живут по своим правилам и интересам, не обращая внимания на чужое мнение и ожидание. Они не склонны сопереживать другим людям, так как считают, что каждый сам ответственен за свою жизнь и счастье. Водолеи могут быть дружелюбными и общительными, но только до тех пор, пока это не нарушает их личное пространство и свободу. Козерог – это самый амбициозный и целеустремленный знак зодиака, который стремится к успеху и признанию в обществе. Козероги работают усердно и дисциплинированно, не отвлекаясь на чужие проблемы и эмоции. Они ценят рациональность и логику, а не чувство и интуицию. Козероги могут быть хорошими друзьями и партнерами, но только если они видят в этом пользу для себя или своих целей. Близнецы – это самый переменчивый и непостоянный знак зодиака, который любит разнообразие и новые впечатления. Близнецы постоянно меняют свои интересы, увлечения, мнения и отношения, не задерживаясь надолго на одном и том же. Они не умеют глубоко привязываться к людям и вещам, так как всегда готовы к переменам и приключениям. Близнецы могут быть веселыми и остроумными, но только пока это не требует от них серьезности и ответственности. Скорпион – это самый страстный и интенсивный знак зодиака, который испытывает сильные эмоции и желания. Скорпионы живут по принципу «все или ничего», не признавая компромиссов и полумер. Они не проявляют интереса к тем людям и ситуациям, которые не вызывают у них глубоких чувств или не представляют для них вызова. Скорпионы могут быть верными и преданными, но только если они получают взамен то же самое. Как общаться с самыми равнодушными знаками зодиака? Равнодушие может быть как преимуществом, так и недостатком в общении с другими людьми. С одной стороны, равнодушные люди не подаются на провокации и не вступают в конфликты, с другой стороны, они могут казаться холодными и безразличными к чужим переживаниям. Как же наладить контакт с самыми равнодушными знаками зодиака? Вот несколько советов. Водолей. Чтобы заинтересовать водолея, нужно быть оригинальным и необычным. Водолей любит новые идеи, технологии и эксперименты. Они не терпят банальности и рутины. Поэтому, если вы хотите привлечь внимание водолея, предложите ему что-то нестандартное и увлекательное. Не пытайтесь ограничивать его свободу или навязывать свои взгляды. Уважайте его индивидуальность и независимость. Козерог. Чтобы понравиться Козерогу, нужно быть профессиональным и компетентным. Козероги ценят качество, результат и авторитет. Они не любят ленивых и некомпетентных людей. Поэтому, если вы хотите завоевать уважение Козерога, продемонстрируйте ему свои знания, навыки и достижения. Не пытайтесь отвлекать его от работы или критиковать его амбиции. Поддерживайте его цели и планы. Близнецы. Чтобы удержать близнеца, нужно быть разносторонним и гибким. Близнецы скучают от однообразия и стабильности. Они любят перемены, развлечения и общения. Поэтому, если вы хотите сохранить интерес близнеца, будьте готовы к переменам и приключениям. Не пытайтесь привязать его к себе или требовать от него серьезности и ответственности. Давайте ему свободу и разнообразие. Скорпион. Чтобы соблазнить Скорпиона, нужно быть страстным и загадочным. Скорпионы притягиваются к сильным эмоциям и тайнам. Они не любят поверхностных и скучных людей. Поэтому, если вы хотите зажечь огонь в глазах Скорпиона, будьте эмоциональными и интригующими. Не пытайтесь разоблачить его секреты или игнорировать его желания. Делитесь с ним своими чувствами и фантазиями. Вывод. Равнодушие – это не всегда плохо. Иногда оно помогает сохранять спокойствие и рассудок в сложных ситуациях. Однако, если вы хотите наладить хорошее отношение с самыми равнодушными знаками зодиака, вам нужно учитывать их особенности и потребности. Не пытайтесь изменить их или заставить их быть такими, как вы хотите. Принимайте их такими, какие они есть, и они откроют вам свою другую сторону, ту, которая неравнодушна к вам. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движения планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.